А вы знали о невероятно полезных насекомых и о способах, как их привлечь в свой сад, чтобы уберечь его от вредителей и обеспечить высокую урожайность? Богомол. Можно сказать, повезло тому, у кого в саду есть богомол. Он быстрый убийца, с которым не может сравниться никто из представителей мира насекомых. Богомол любит есть личинок, жуков, тлю, кузнечиков, сверчков, му, гусениц и других насекомых. Привлечь богомол на свой участок можно высокой травой. Если нет необходимости выращивать высокую траву, попробуйте посадить кустарники, укроп и бархатцы. Их он тоже очень любит. А также можно посеять на участке горох. Богомол откладывает яйца только на этом растении. Пчелы. Конечно же пчелы. Это самые необходимые насекомые для существования сада в целом. Они по праву считаются главнейшими опылителями практически всех существующих огородных садов культур. Чтобы привлечь пчел в свой сад, необходимо посадить как можно больше цветов. Ну и конечно же меньше пользоваться химическими средствами, чтобы они не погибали. Божья коровка. Крошечное насекомое с очень хорошим аппетитом. Они питаются вредителями и пожирают тысячи вредных насекомых, таких как тля, белокрылка, блохи, клещи, мучнистые черви, которые вредят растениям. В голодные годы еще и яйца колорадского жука. Одна самка съедает за сезон до 4000 вредителей, а каждая личинка до 800 тысяч. Собирайте насекомых в ближайшем поле и переносите в сад. А если посадить маргаритки, укропы, красную бузину, это очень понравится пятнистым жучкам. И важно оставлять на зиму опавшие листья. Божьи коровки в них зимуют. А потом скосить его, то полезные насекомые переберутся на плодовые деревья и уничтожат до 80% тли и медянец. Златогласки Эти полезные насекомые охотятся на других летающих насекомых и вредителей, таких как комары, мухи, моль, белокрылка, плодовая муха и на их личинок. Они любопытны, но обезвредны. Завести в саду златогласку – отличный способ уменьшить количество вредителей естественным путем. Одна личинка златогласки уничтожает до 500 вредителей. Чтобы привлечь насекомое, нужно посадить в тенистом месте сада папоротники и кустарники. Златогласка любит откладывать на их листьях личинки. Разбить клумбу непрерывного цветения. Ее облюбуют взрослые особи. Повесить на улице фонарь с желтым светом. Подойдет обычная лампа накаливания. Ночью златогласки слетятся на свет со всей округи, а днем расселятся по саду. На зиму сделать можно для них убежище в виде небольших деревянных домиков, набитых соломой. Осы. Эти насекомые очень полезны для сада и огорода. Они избавляют от гусениц, которые, как известно, уничтожают посевы. Чтобы привлечь ос, можно посадить на участке ромашку, шалфей, базилик, лаванду, мяту и другие благоухающие растения. 2. Дождевой червь. Многие садоводы специально покупают семи червей и разводят их у себя на участке. Дождевые черви аэрируют почву, что является важным условием для питания и дыхания почвы. Помимо этого, биологические продукты жизнедеятельности червей обогащают почву питательными веществами. Вот почему необходимо быть осторожными, применяя синтетические удобрения для растений. Почвы становятся соленые и менее желанны для червей. И они могут покинуть сад в поиске другого, более подходящего для них места. 3. Шмели. Шмели большие, трудолюбивые, волосатые опылители. Они безобидны, очень редко кусаются. Они опыляют растения, когда питаются их нектаром. Как пчелы. Они тоже живут в колониях, но в почве, листовой подстилке или полых бревнах. Выращивание фруктов в деревьях привлекает шмелей в сад и на огород, что очень хорошо отражается на урожайности. 4. Пауки. Для большинства из нас пауки жуткие, но они являются достаточно полезными насекомыми для сада. Пауки охотятся на комаров, мух, личинок, муравьев, тлюл, многих вредителей, от которых мы стремимся избавиться. Земляные жуки. Они редко летают и быстро перемещаются по почве. Это ночные охотники, которые едят плохих насекомых и гусениц, уничтожающих растения. Их можно найти под мусором или листовой подстилкой. Муха-журчалка. Она уничтожает тлюл. Каждая личинка съедает до 700 вредителей. Чтобы ее привлечь, нужно посадить в саду желтые цветы. Журчалки очень их любят. На зиму можно поставить на участке в укромном месте небольшие деревянные ящички, наполненные сухой травой. Это позволит привлечь в сад этих полезных насекомых. Жужелица. Жужелица питаются мелкими насекомыми и их личинками. Слизнями, проволочником. Чтобы их привлечь, нужно сделать в саду убежище из листвы и небольших кучек камней. Красотелы. Большой, он же пахучий, и малый. В их меню входят личинки, шелкопряды и паденец. Один жук съедает за сутки более 10 гусениц. Охотятся на волосатых гусениц, которые даже птицы обходят стороной. Помимо красотелов, их едят только кукушки. Чтобы их привлечь, нужно сделать в саду убежище из листвы и небольших кучек камней. Куховертка. Или как ее называют в народе, двухвостка. На самом деле, она совсем не страшная, а очень даже полезная. Уничтожает гусениц, тлю, куколок и яйца различных насекомых. Привлечь ее можно, если разложить на земле в укромных местах сада вторые доски или мешковину. Под ними эти полезные насекомые будут прятаться днем. Благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. До встречи в новых интересных видео. Всего вам самого доброго!